Средство массовой информации — это четвёртая власть и зеркало, в котором народ видит своё отражение. Сегодня больше всего на общественное сознание влияют интернет и телевидение. Главные задачи современных телеканалов — информирование населения и создание открытого пространства для обмена опытом, мнениями, эмоциями. Так сложилось, что телевизор объединяет нас интересной передачей, художественным фильмом и ежедневными новостями. Роль телевидения в деле объединения народов России сегодня зачастую недооценивают. Оно могло бы стать компасом того, что происходит на межнациональном уровне. Народы нашей страны должны видеть себя в средствах массовой информации в положительном ключе. Осознавать свою включённость в общественную, политическую и культурную жизнь государства. В подмосковном регионе есть примеры, когда телеканалы развиваются в направлении межнационального телевидения. Только Люберецкое районное телевидение за прошедший год выпустило более 100 информационных программ, посвящённых гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Общероссийская общественная организация Ассамблеи народов России провела расширенное заседание Совета. Люберецкое районное телевидение берёт на себя инициативу освещения деятельности круглых столов общественных организаций, объединений, занимающихся вопросами межнациональных отношений. Это местные комиссии, областные советы, региональные, общероссийские и международные конференции. Журналисты действуют созвучно принципам реализации стратегии национальной политики Москвы и Московской области. Это работа последовательная, поступательная, системная по сохранению межнационального мира и согласия на территории Подмосковья и всей нашей страны. Праздники Сабантуй, Навруз, Ханука, Курбан-Байрам – они отмечаются с большим размахом. И именно там можно увидеть весь колорит народов России. Это и национальные костюмы, и блюда, и традиционные забавы, выступления, песни и танцы. Команда Люберецкого районного телевидения колесит по Подмосковью в поисках этих национально-культурных самобытных жемчужек, чтобы свидетелями этой радости стали телезрители ЛРТ, а также активные блогеры в социальных сетях. Люберецкое районное телевидение Люберецкое районное телевидение выпускает не только новостные репортажи о событиях в области межнациональных отношений. Об областных фестивалях выходят программы и документальные фильмы. Самые яркие события 2016 года – это областной фестиваль национальных культур Подмосковья «Территория дружбы» и Мордовский национальный областной фестиваль «Шумбрат Подмосковья» в городском округе Химки. Татарский национальный праздник «Сабантуй» с представителями из Республики Татарстан в городе Дмитрове. Первый московский областной фестиваль национальных свадеб «Одна страна, одна семья», который проходил на Коломенской земле. Ну как же, это же народы все вместе соединяются, встречаются, но это нужно, это нужно для нас обязательно. Кроме того, ЛРТ сотрудничает с музыкальными коллективами и артистами, творчество которых объединяет разные народы России. Также телеканал показывает товарищеские матчи между национальными автономиями и спортивные праздники. Ну честно говоря, это у них первая победа, мы сколько раз встречались, мы по игре выиграли. Сегодня у них двойной состав и очень сильные игроки уже они набрали, я их поздравляю. Корреспонденты ЛРТ выходят на улицы и проводят социологические опросы, не стесняясь затрагивать острые и актуальные темы. А давайте узнаем, что значит русский язык сегодня для люберчан. Я горжусь тем, что русский наравне с азербайджанским для меня вторым родным языком. Я представляю малахскую еврейскую общину, вся наша община разговаривает на русском языке. Творческий коллектив Люберецкого районного телевидения в рамках телевизионного проекта «Мы, россияне» создает социальные видеоролики, в съемках которых принимают участие люди разных национальностей и возрастов. Я россиянин, я гражданин Подмосковья, я русская, украинка, армянка, татарин, узбечка, даргинец, молдаванка, азербайджанец, еврей, кореец, киргизка, казашка, гагаузка. Мы россияне! Благодаря этому проекту в 2015 году впервые жители Подмосковья, представители разных национальностей, поздравили россиян с Новым годом на русском языке и на своем родном. С Новым роком! В честь 70-летия Великой Победы над фашизмом сотрудниками ЛРТ был создан социальный ролик «Интернациональное спасибо за победу», который был показан в эфире федерального телеканала «Вместе РФ». Спасибо героям за победу! Огромное мадлабо! Проект Ворминг Крэлинг. Пабик. Шнаракан Учён. Хахтанаги. Ямаш. Безбирьевдагелабачалмушу. Ура, ура, ура! И так будет всегда. Спасибо солдатам! И низкий поклон! Спасибо за победу! Телепроект «Мы, россияне», ставший дважды лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье», с каждым годом совершенствуется. В него вовлекаются не только дети дошкольного и школьного возраста разных народов Подмосковья, но и представители разных конфессий. Показательным примером выступает социальный ролик «Чтение гимна Российской Федерации», в съёмках которого приняли участие представители православной церкви, мусульманства и иудаизма. Россия – священная наша держава. Россия – любимая наша страна. Могучая воля, великая слава. Твоё достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное. Братских народов союз вековой. Предкомеданная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края. Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая. Хранимая Богом, родная земля. Широкий простор для мечты и для жизни. Грядущие нам открывают года. Нам силу даёт наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Телеканал «Люберецкое районное телевидение», развивая телепроект «Мы, россияне», ставит перед собой непростые, но необходимые для реализации национальной государственной политики задачи. Это привлечение внимания молодёжи к обеспечению сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального межэтнического согласия, российского патриотизма. Это вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости. Это презентация родного края для туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Моя любимая песня «Комбат Батяня». Для меня встреча с создателем скульптуры – большой сюрприз. Я очень благодарен за столь тёплый приём. Сегодня я много узнал не только о группе, но и о российской культуре в целом. Это взаимодействие с органами власти и общественной палатой для достижения общих целей по повышению эффективности реализации государственной национальной политики. В правительстве Московской области прошло заседание консультативного совета по делам национальностей. Речь шла о ходе реализации стратегии государственной национальной политики на территории Московской области. По миграционному потоку. В 2016 год 180 тысяч обращений только в единый миграционный центр. Очень важно нам диалог всё-таки в эффективную плоскость переводить между институтами гражданского общества и органами власти. Редакция телеканала ЛРТ в своей работе регулярно на безвозмездной основе уделяет серьёзное внимание детям. Это школьное телевидение, где сотрудники канала передают опыт и принципы современной журналистики юным коллегам, а также делают с юнкорами совместные работы, в том числе в направлении объединения народов России как единого целого, ведь фундамент национального российского единства закладывается с детства.